Слава Украине! Героям слава! Привет всем от Полонского! Ребята, интересные новости поступают из Кремлина, из Москвы. Там знаете, какая-то эпидемия, там вообще развал, разврат, раздолбай и не пойми что происходит. Но на этот раз говорят, что попытка самоубийства со стороны 53-летнего полковника ФСБ, который раньше носил ядерный чемоданчик за Путиным, фамилия его Зимин. Я не знаю точно, была ли это попытка самоубийства или все-таки его пытались прикандропупить, бывшие коллеги, так сказать. Интересно другое, что вот этот чемоданчик, который носят за Путиным, раньше думали, что это ядерный чемоданчик, теперь просто это оказался чемоданчик, извините, с дерьмом, потому что он везде тягает за собой именно это. И где находится ядерный чемоданчик, или это один чемоданчик с двумя отделениями, мы не знаем. Но во всяком случае, мы абсолютно точно знаем, что это тот самый чемоданчик, который путешествует с Путиным, который страдающим постоянным недержанием, по всем туалетам. То есть, по всей видимости, это все-таки чемоданчик с тем, что я говорил сначала. И, возможно, Зимин где-то как-то проболтался или еще что-то. Но сейчас стоит вопрос, а зачем его то ли уже убрали, то ли попытались убрать, то ли довели до самоубийства. И тут больше вопросов, чем ответов, скажу одно. Кремлевская власть, кремлевская вертикаль начинает разваливаться. Там очень разные течения. И эти течения страшно ненавидят друг друга. Очень недалек тот час, когда они сцепятся все. И тогда просто от них полетят клочки. И вот эти вот истории с зимяным, потом вот эта история, то что там всякие топ-менеджеры вдруг скоропостижно у них решили скончаться ни с того ни с сего. Это покажется, как говорится, фитюльками и цветочками. А ягодки у них еще явно впереди. Слава Украине! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!